Господи, благослови! И вся исполняя сокровища благих И жизни подателю прибесились одни И очистили от всяких лет верны И спаси вашей души нашим Очки Николая, не дала очки, да? Я себе все купила Так, сегодня у нас Евангелие от Иоанна Первая глава Первая глава, третий стих Нашли? Угу Все, через него, на большую букву, начало быть И без него ничто не начало быть Что начало быть? Толкование блаженного филакта В прошлый раз мы читали, значит, слово Вначале было слово, и слово было у Бога И слово было Бог Мы разбирали, да? Поэтому здесь Все через него, не гость, а большой бог Это имеется в виду Слово Божие Через Иисуса Христос Толкование блаженного филакта Во имя Отца и Святаго Духа Аминь Не считай, говорит, слово Разливающимся в воздухе и исчезающим Но почитай творцом Всего Ома представляемого и чувственного Ибо стоя в храме Он Слово Божие Господь Иисус Христос Он учил об Отце Своем То есть Боге Отце Как и сам говорит В кавычке Я открыл имя Твое человека В кавычке закрыто Иоанна 17,6 Кому все дети приличны Отцу или Сыну То есть Бога Отцу или Бога Сыну Всю Сыну Ибо Он в учении возвестил имя Отца То есть Иисус Христос Возвестил имя Божие Сказав это блаженный Давид Присвокупляет и то Вначале ты, Господи, основал землю и небеса Дела робко их Далее Все через него начало быть Все через него начало быть, да? Что значит? Моисей, говоря о видимой тваре Ничего не объяснил нам О тварях, омопосягаемых По ельку Евангелист сказал Что Слово То есть Слово Божие, да? Сотворило все То, дабы кто не подумал Что и Духа Святаго Оно же сотворило Прибавляет все Тем То есть большой буквы было Что же все? Сотворенное Как бы так он сказал Что не есть в сотворенной природе Все это получило бытие от Слова То есть Слово Божие Но Дух не принадлежит К сотворенной природе Посему Он То есть большой буквы Не от Него И бытие получил То есть Дух Свят Имеется ввиду Иоанна 10.30 Господь Иисус Христос говорил Я и Отец одно Ну то есть как бы Здесь Божество Что он подтверждает Что он Сын Божий, да? Далее читаем Толкование закончилось Иоанна 1-я голова Дальше 4-й стих В нем была жизнь И жизнь была Свет Человеков Зоя нашла, да? Угу Теперь Толкование Блаженного Феофилакха Евангелие Называет Господа То есть Иисус Христа Жизнью Как потому что Он Вашей буквы, да? Поддерживает жизнь всего Так и потому что Он подает Жизнь духовно Всем разумным существам Жизнью Если значит Иоанна 14-й Глава 6-й стих И Иисус сказал ему Я есен путь Истина и жизнь То есть Это в Евангелии Мы читаем ранее Господь сам Говорил Что Он и путь И истин И жизнь Поэтому здесь же Говорится о жизни Да? Это наш Далее И светом Не только чувственным Сколько умным Просвещающим Самой души Не сказал Что Он свет Одних людей Только Но и всех Человеков Вот здесь я хочу Немножко вернуться Значит В послание Святого Апостола Иоанна Богослова Первая глава С 5-го по 10-й стих И вот благовестие Которого мы слышали От него Сейчас большую букву И развещаем вам Бог есть свет И нет в нем никакой тьмы Если мы говорим Что имеем общение с Ним А ходим во тьме То мы лжем И не поступаем поистине Если же ходим во свете Подобно как Он во свете То имеем общение друг с другом И кровь Иисуса Христа Сын Его Очищает нас от всякого греха Если говорим Что не имеем греха Обманываем самих себя И истины нет в нас Если исповедуем грехи наши То Он То есть Бог Будучи верен и празден Простит нам грехи наши И очистит нас от всякой неправды Если говорим Что мы не согрешили То представляем его лжи И слова его нет в нас То есть здесь ходим во свете Как и мы сейчас Если мы общаемся друг с другом То мы стараемся жить во свете Соблюдая Слово Божие Соблюдая заповеди Божие Дальше Ибо всем молю люди Так как получили ум и рассудок От создавшего нас Слово Называемся посему Просвещаемыми От Него Ибо разум Данный нам По которому мы называемся разумными Есть свет Руководящий нас То что должно И чего не должно делать Есть например Матвей 6 глава 22-23 стих Сказано Светильник для тела есть око Если око твое будет чисто По церковному славянски просто То все тело твое будет светло Если око твое будет худо По церковному славянски лукаво То все тело твое будет темно Итак Если свет Который стелит тьма То какова же тьма То здесь опять о чем говорится Есть как бы два понятия Буквальное И духовное Здесь поясняется Вот в Матвей 6.22 Для человека Светильник Вот око Глаза наши Как и в Евангелии С такое место Слепой ведет слепо А оба падут в яму Получается Если человек теряет зрение И оно становится нечисто Это по физическому естеству А в духовном смысле Когда человек Впадает в грехи Всякие ерсы В заблуждение То он ходит во тьме Вот Поэтому сказано Да Во тьме пребывает Но поскольку Господь Тут сказано Что он есть свет Так что говорится о разуме Ну разум Господь когда сотворил Человек по образу своему И подобию Да Он дал посмертную душу Там волю Чувство И разум То есть разум Вложен уже в человека Это естественно Да Вот И поэтому Когда человек Вступает По грехам Находясь во тьме Он по этому Говорит Он неразумный То есть неразумно Вступает Не по Евангелию Да Чтобы быть разумными Жить по разуму То есть мы должны Подавляться Свету С большой буквы Господь наш Иисус Христов Далее Евангелие Иоанна Первая глава Пятый стих Ну здесь все С маленькой буквы Там видите Да И свет во тьме Светит Нашла Еще И Война Саица На святого Духа Аминь Чтобы нам Лучше понять Да И свет во тьме Светит И тьма Не объяла его Толкование Свет Вашей буквы То есть Слово Божие Вот это Слово Божие У нас Слово Божие Это вот Библия Вот это Библия Наша Православная Да Вот такая У каждого Я думаю В доме Есть Оно называется Как Библия Как Святое Писание Также называется Как Слово Божие И Господь Иисус Христос Наш Тоже называется Слово Божие У меня нет Вот Поэтому Здесь И как говорится Свет Свет Большой Буквы Это Слово Божие Светит Во тьме То есть Смерть И заблуждений Ибо Он И подчинившись Смерти Так преодолел Ее Что Принутил Ее Изблевать И тех Которых Она Прежде Поглотила И в языческом Заблуждении Сияет Проповедь И тьма Его не объяла Ни смерть Не преодолела Его Ни заблуждения Ибо Свет Это То есть Слово Божие Большой Буквы Неопреоборим Некоторые Тьмой Считали Плоть И земную Жизнь Слово Сияло И тогда Как встало Во плоти И было Сей жизни А тьма То есть Противоположные силы Искушала И преследовала Свет Большой Буквы Но нашла Его То есть Большой Буквы Неодолимым И непоборимым Тьмой Называется Плоть Не потому Что Будто Она По естеству Да не будет Но по причине Греха Ибо Плоть Такой Управляется Законом Природы Не имеет Решитель Никакого Зла Но когда Подвигнется За предел Природы И служит Греху Становится И называется Тьмою То есть Еще раз Как бы Поясню Что Поскольку Господь Иисус Христос Слово Божие Есть Свет Большой Буквы То Тьма То есть Смерть Грех Не победили Потому что Он был Распит На кресте Сошел В ад На третий день Воскрес Мы знаем Это из Писания Веры И поэтому Скажут Что свет В прямом смысле Не преоболен Потому что Он свят Он не имел В себе Греха Потому что Грех Есть Смерть Беззаконие Но Господь Сам Иисус Христос Он пришел Всполнить Закон И показал Нам Пример Что он Исполнитель Закона И он сам Говорит Я пришел Всполнить Закон И нарушить То есть Здесь Да И По естеству Когда Адам Был в раю Он был Без греха То есть Он ходил Во свете И имел Прямое Общение С Богом А когда Он согрешил Впал В беззаконие Грех То этот грех Вошла Через грех Смерть Вот Почему они говорят Смерть Как бы Это Как Тьма Для тела Вот Но здесь Еще Смерть Грех Почему Называется Тьмой Ну потому Что скажем Если Прям Пришла Такая мысль Когда Говорит Что рай Где Пребывает Господь Да Есть свет И говорят Что когда Что там Не будет Солнца То есть Светило Светического Что сам Господь Будет Солнце Освещать Просвещать Собое Тьма Это Грех Или В прямом смысле Зло Прямо Это Сам Сатана Почему И Батуха Говорит Тьма Будет Во тьме Пребывать Почему Евангелие Когда Читает Подшлет Господь Во тьму Кромешную Там же Сказано Почему Там Тьма Будет То есть Там Где Сам Сатана Где Источник Зла Он Будет Во тьме И Когда Человек Согрешает Он Ходит Во тьме Потому Что Грех Безаконие Он Несет Смерть Поэтому Он Во тьме Пребывает А Если Мы Будем Богом Находиться Принимать Его Учение Исповедовать Исполнять То Мы Будем Говорить Что Мы Ходим Во Свете Даже Если В этой Жизни Говорят Учение Света А не Учение Тьма Даже Тут Люди Об этом Говорят Есть Такая Поговорка А Я Еще Сказал Что Такое Неучение Негрантность Это В духовном Смысле Когда Мы Являемся Невежными Когда Человек Не знает Бога Он Невежный То Не Ведает Что Творит Поэтому Впадает В грехи Но Когда Он Узнает Бога Начинает Его Исповедовать Тогда Он Начинает Сходить Во Свете Как Еще Хочу Я Дополнить Пояснить Так Далее Мы Сейчас Откроем Вот Здесь Ссылка На Иоанна 17 Шестая Глава Дальше Там Откройте 367 Страница Сейчас Почитаем Ссылку Иоанна 17 Глава Вот Там Будет Откройте Иоанна 17 Глава Во Имя Славь Сына Цветовая Духа Аминь 6 По 8 Стих 6 По 8 Стих Вот Смотрит Глаза Я Открыл Имя Твое Человекам Которых Ты Дал Мне От Мира Они Были Твои И Ты Дал Их Мне И они Сохранили Слово Твое Ныне Ныне Уразумели Они Что Все Что Ты Дал Мне От Тебя Есть Ибо Слова Которые Ты Дал Мне Я Передал Им И Они Приняли И Уразумели Истинно Что Я Исшел От Тебя И Уверовали Что Ты Послал Меня Нашла Зои Да То Что Я Сейчас Прочитала Толкование Блаженного Фефилакса Господь Хочет Утвердить Две Мысли Одну Ту Что Он Не проси Ник Отцу То есть Бога Отцу А Другую Что Отец Хочет Чтобы Они Веровали Сыну То есть Богу Иисус Христу Сыну Либо Кто Верит Христу То Сохраняет Слово Божие То есть Писание Мы Сейчас Говорим Что Это Библия Слово Божие Оно Писание И Слово Божие Сам Господь Иисус Христос Сейчас Мы Поясним Еще Почему Значит То есть Писание Или Закон Ибо Писание Возвещает О Христе Ныне Говорит Ученики Мои Узнали Что Я Не имею Ничего Особенного И Что Тебе Я Не Чужой Но Что Все Что Ты Дал Мне Есть От Тебя То И Принадлежит Мне Как Сыну И Лицу Властному Над тем Что Принадлежит Отцу Здесь Иисус Христос Говорит Что Все В руки Дал Ему Отец Откуда Узнает Это Ученики Ну То есть Апостолы Сначала Были Прямые Которые С ним Ходили Которых Он Брал 12 Учеников Далее Слова Кавычки Слова Которые Ты Дал Мне Я Передал Им Что Они Значит То Из Моих Слов Из моего Учения То есть Учение Иисуса Христа Вот это Учение Ибо Я Всегда Учил К тому Что Есть От Отца И Не Только Этому Учил Но И Тому Учил Что Я Ишел От Тебя И Что Ты Послал Меня То Здесь Иисус Христ Говорит Что Бог Отец Послал Его На Землю Мы Знаем Что Он Рожден От Девы Мария Духом Святым Ибо Во всем Евангелии Он Хотел Утвердить То Истину Что Он Не Противник Богу Но Исполняет Волю Бога Отца Толкование Игнатия Комментарии Игнатия Тихонича Латкина Почему Развитие Церковной Жизни Православной Церкви Пошло Не по Слову Божию А через Бесконечное Наслоение Вымыслов Как Например 17 Псалом 118 Сказано Вымыслы человеческие Ненавижу А закон Твой Люблю Если На священнике Нет и Петрахии Или поручей Или еще что-то Все остановится Служить нельзя А если Библии Нет Тысячи лет И все строгости Какие Бог высказал Относительно Слова Божия Все угрозы Касающие Сокрытия Хотя бы Единого Слова В Священном Писании Все это Переложили На Богслужение От которого Теперь нельзя Не отнять И не прибавить Чему проще Был бы сегодня Собраться Все вместе Даже в одной Епархии Когда священники Сечаются на исповедь И каждому Вы из них Поставить вопрос Верят ли они В Бога И Слово Его Пропорядуют ли Чистые Евангелия Или Насаждают Вымыслы человеческие В посомах Неужели нет Ни одного Прозорливого Христианина Который мог бы Так поставить вопрос И не любовь К Христу К Бибели Определить Как духовную Гибель И за все Что было Говорено Вопреки Слово Божие На всех наложить Анафему Апостол Павел Клятвы Страшными угрозами За изменение Истинного благовестия Грозит Даже небо Всем апостолам Своим соратникам Ибо Кто верит Христу То сохраняет Слово Божие То есть Писание То есть Я сказал Блаженном Феселак Толкование Игнать Тихонович Это еще раз Повторяет И выделяет Далее Значит Цитаты 1 Коринфянам 16 глава 22 стих То есть Это взятое Слово Божие Кавычки Кто не любит Господа Иисуса Христа Анафема Марана Афан Кавычки закрыты Другая цитата Галатам 1 глава 8 стих Но если бы даже Мы Или ангел С неба Стал благорисовывать Вам Не то Что мы Благорисовывали Вам Да Анафема Другая цитата Галатам 1 глава 9 стих Как прежде Мы сказали Так и теперь Еще говорю Кто благовествует Вам Не то Что Вы Приняли Да Будет Анафема И еще раз Значит Игнать Тихонович Опять Хочет повторить Эти слова Блаженого Феселакта Кто верит Христу Тот сохраняет Слово Божие То есть Писание Кто не Сохраняет Слово Божие Тот оказывается Не верит Христу Хотя бы И казался Верующим Вот Интересный Вывод И выражение Из этого Да Мне Как раз Опять Хочется Сказать У нас Многие Либо Значит Отвергают Ветхий Завет Они Говорят О Ветхий Уже Прошел Мы Живем По Новому Ну То есть Они Все равно Как бы Какое-то Противление Ставят Богу Ибо Господь Вчера И Сегодня И Завтра Один и Тот же Так И в новом Оно же Никогда Не менялось Так И Господь Никогда Не менялся И только Люди Меняют Свои Помышления Да Сейчас Я бы Еще Хотела Сказать О лицемерии Как-то Значит В последний Раз Мы Собирались Обсуждали Вопрос И Была Значит Внизу Комментарии Сделана Значит Какая-то Женщина Светлана Архипова Осудила Нас В лицемерии Насчет Платков Вот Я бы Хотела Сказать Защиту Не себя Лично Например Если бы Она лично Мне Сказала Я бы Конечно Промолчала Но Смысл Какой Мне Кому-то Доказывать Какому-то Человеку Который Живет В другом Городе Как Она Говорит В Барнауле Но Вообще Находится В другом Городе Я хочу Сказать Не ради Себя А ради Того Как Геннадий Сих Он говорит Раз У него Община Сколько Судов У него Было Он Судился Опять Не ради Себя Ради Того Ради Людей Чтобы Напрасно Не Понасили Так И у Нас Поскольку У нас Есть Общинка Мидерная Маленькая Потом У нас Есть Люди Которые Расположены К нам Друзья И Ради Них Я бы Хотела Сказать Защиту Что Платок На два Платка Что Хожу Я И в храм И Идя Из Дома В храм По дороге У меня Уходит На Минут Двадцать То Я Иду Не Скрываясь Летом Я Всегда Хожу Так Но Зимой Поскольку Сейчас Холодно Я Также Иду На сверху Просто Одеваю Теклый Зинний Платок Даже Главной Убор В виде Шапки Я Теперь Уже Вообще Не Нашу Считаю Что Это Не Христианская Одежда Как Бо Ее Называли Как Все Пришла К тому Своему У меня Мнению Такой Что Это Все Так Мужская Одежда Мужскую Одежду Еще Верхов Заветия Было Запрещено Носить Либо Это Мерзость Пред Богом Еще Я Хотела Сказать В Притчах Соломона Есть Такое Притч 12-22 Мерзость Пред Богом Он Стал Живый То Господь Он Ненавидит Ложь Потому Что Он Есть Истина Абсолютно Истина А ложь Она От Сатаны Поэтому Я С детства Не любила Ложь Хотя Бывает Конечно Мы Вольно Невольно Скрешаем Но Все Так Стараюсь Придерживаться Истины И Опять Так Скажу Что И на Работе Я Сейчас Ношу Два Плотка И Везде Вот Если Дети Со мной Жили Зять У меня Ни разу Не Видал У меня Без Плотка Но Дома Чтобы кому-то Подавать А уже Выходя Из дома Где бы я ни Была Там В храме Куда бы я ни Поехала Я везде И даже На работе Ношу Два Плотка Вот Нина Николаевна Она Тоже Носит Плоток Уже Таня Тоже Они На работе У них Работа Такая Что Намного Легче Чем Другим Но Все равно Есть Сейчас У нас Много Церковных Лав Которые Там Даже Без Только Храме Девать А если Ты одел Плоток Идет Такая Война Идет Такая Буря У нас Люди Когда бывают В гостях Там То У нас Начинается Сразу Вот Почему-то Плоток Одела Зачем Это Да А Перед Акспаси Должны Там Ведуши Что Девушки Ведуши Что Девушки Там Акспаси Спаси Ну Вот Я Хочу Сказать Недавно У меня Вышла Одна женщина Которая Обратилась С протестантов Через Игнатия Тихоновича Через его канал Она увидела Послушала И она Приняла Крещение У нас Утварском Приезжала Она Хотя Она Не здесь Живет Издалека Приезжала Видать В своем Городе Нет у них Вот И она Сказала Что Стала Ходить В православный Храм Носить Стал Платок Ей Очень Тяжело Потому Что У протестантов Они платки Не одевали Даже Когда читали Библию И Евангелие Они читали Но Сейчас Она Ходит На Воскресную Школу Где Проводятся Библиотеки Где Приходит Священник И Ведет С ним Занятие Что Интересно Все Без Платков Она Наход В Платке И Свои Православные Ей Делают Нарекания И Подсмеются Над Ней Нет Конечно Удивительно Почему Они Наверное Забывают Что Как Нас Учит Я Ссылаюсь Опять На Учителей Скажем Которые Нам Говорят И Везде Приводится Пример Что Когда Мы Молимся С Богом Мы Разговариваем С Богом А Когда Мы Читаем Библию То Господь С нами Разговаривает И Когда Мы Читаем Евангелие Читаем Библию Получается С нами Бог Разговаривает Как Мы Можем Не Одевать Платок Если Сам Господь Сказал Женщина Молящаяся С непокрытой Головой Она Постыжает Свою Голову Постыжает Свою Голову Что Такое Постыжает Ну Стыд Стыд Перед Стыд Испытываешь Но Если Человек Не испытывает Стыда Значит Он Бессовестный Говорят Женщик Сожженный Совесть Мы Если Православные Христиане У нас Должен Стыд Он Заложен На Совесть Дана Бога Многие Что бы я хотела сказать Я еще хочу Вернуться В этот раз Николаву Неблан Занять У нас Была Сложная Тема Вначале Было Слово И Слово Было Бог И Слово Было Бог Мы Разбирали Это Мы Сейчас Вернемся Святой Троице Чтобы Если Кто Понял Бог Мы Исповедуем Святую Троицу Да Николав Что значит Света и Троица Бог Отец Бог Сына Бог Святой Бог Да Бог Отец Бог Свет Господь Иисус Христос И Бог Дух Святый Опять Значит То что Естество У них Одно Божественное Почему Бог Отец Бог Сын Бог Дух Святой Например Как и говорится Дитя У льва Лев Дитя У орла Кто Орел Дитя У человека Человек А Сын Божий Он говорит Сын Божий Это значит У него Сын Отец То есть Я Еще раз Хотела сказать Сын Немножко Неправильно Сказала Не дитя А Сын Льва Сын Льва Лев Сын Орла Орел Сын Сын Человеческий У человека Тоже Человек А Сын Божий Прям Исходит Из этого Бог Поэтому Иисус Христос Он же Говорит И пишет Сын Божий Вот Поэтому Он Бог Ну Значит Мы Исповедуем Нераздельную Троицу Единосущную Нераздельную Почему Как раз Вот По этому Естеству Что Оно Божественное А почему Не слитно Потому что Три лица Или Три ипостаси Первое лицо Бог Отец Второе лицо И вторая ипостась Бог Сын Иисус Христос И третья ипостась Дух Святой Почему Это мы видим Из Евангелия Это различие Потому что Сказано Что Иисус Христос Второй лицо Рожден Вот это слово Рожден Оно Как раз Дает Вот это Различие Поэтому Мы так Исповедуем Единосущную Нераздельную Троицу И Она и не слитна Она и не раздельна Вот И еще хочу сказать Вот мы Читаем И будем Изучать Заглядывать Если кто-то У кого есть Нет Христианский Катехизис Издание Русское Значит Подворье На Афоне Святого Пантилена Монастыря Москва 95-й год Но здесь Оно Издано По благословению Митрополита Филарета Очень интересно Так Нет Ошибка По благословению Святейший Патриарха Московского Всея Руси Алексея Второго Сейчас мы купить Так У меня Читаем Я не знаю Птихизис Наверное Должен Продаваться Единственная Сложность В нем Здесь все Написано На русском Но Евангелие Что интересно Написано На церковном Славянском Это опять Имеет Свою Сложность У нас Как правильно Знать Евангелие От нас Спрятали Славянский И нам Это непонятно Проще Нам читать Все-таки На русском Языке Еще Если Может Какие-то Есть Вопросы Вот Зой Что-то Непонятно Да Что Мы Сейчас Сегодня Опять Что-то Что-то Дополнить Да Вот Еще Как Зой Говорит Многих Она Привлекает Прийти К нам Но Люди Соблазняются И те Не хотят Почему Потому Что У нас Православных Не принято Собираться На дому И читать Евангелие Вот Опять Скажу Про Протестант Который Обратился В православную Веру Она Говорит Да Протестант Собирается По Домам Причем Каждый Раз Ходят Друг Подружку Прям Дети Разные Разрастаются И изучают Евангелие Они его любят Я говорю Вот нам Пример А у нас Говорит Начинаешь Православных Приглашать Изучать Наш Евангелие Православное Да Нашу Библию Изданную Патриархом Благословенную Да Если у меня Благословение Вот Библия Патриарха Сейчас Посмотрим А Нет Здесь Библия Всеобщество Москва 95 Год По благословению Святейшего Патриарха Московского Исия Руси Исторого То есть Я покупала В церковной Лавке Сейчас Везде Такие Библии То есть Вот здесь Благословение Патриарха Есть Мы изучаем Да Именно По благословению Нашего Патриарха Все Благословение Здесь Также Тоже Но У нас Евангелия Нет Авторитета Православных Они считают Что Евангелие Должно Только Звучать В храме А почему В храме Апостолы Раньше Ходили Собирались По домам И молились То есть Мы Как христиане Должны Его Не только В храме Изучать Мы вообще Должны Его Не просто Изучать Мы должны Жить по нему Ходить с ним Как сказано Кто ходит Во свете Как мы Во свете И имеем Общение То кровь Иисуса Христа Очищает нас От всякого Греха Сущую Богородицу Для величания Слава тебе Господи Слава тебе Слава Богу Благодарю